ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нет, это невероятно. Это невероятно. Игорь Николаевич. Эльвира. 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 Я... Я... Я вам... Чай заварила. А принеси мне... Вина. Хорошо. Ну, это... Это же все по-другому. Как красиво. Как красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Губы темно-синие, мочки ушей почернели. Судя по всему, обширный инфаркт. На изгибе локтя следы от уколов. На столе флакон от гепарина. Гепарина. Препарат для сердечников. Назначают после принесенного инфаркта. Значит, инфаркт. Ну, что же нам меньше забот? Бельчак, упакуй. Контактные линзы. Линзы? Это такие маленькие стекла, которые вставляют в глаза для коррекции зрения. Я знаю, что такое контактные линзы. А зачем он надел линзы месяц с очками? Совершенно незачем. Судя по всему, на делах он на себя не сам. Магдан, у гормышлены в себя пришла. Готова поговорить? Здравствуйте. Здравствуйте. Ковальская Богдана Анатольевна, я следователь. Готова поговорить? Да. Насколько я поняла, вы обнаружили тело Игоря Николаевича Светкевича? Да, это я его нашла. Захожу, а он сидит. Я сперва подумала, спит. Подошла, окликнула, а он молчит. Лежу, а он мертв. Я сперва в скорую позвонила, а потом в полицию. Он был в очках? Что? Светкевич был в очках. Или вы на него их надели? Нет, ничего я на него не надевала. Зачем мне? Как сидел, так и сидит. Игорь Николаевич жил один? Да, совсем один. Раны нет, умерла. Давно еще. Сын у него есть Олег и еще дочка Лиза. Они отдельно живут. Я им уже позвонила. Они сейчас приедут? Олег, он сказал, что ему нужно прийти в себя и позже позвонит Олиза. Она трубку положила. Ничего не сказала. Мне нужны их номера телефонов. Да, конечно. Светкевич был хорошим режиссером. Он любил экспериментировать. В постановке Эквас он даже вывел на сцену настоящих живых лошадей. Если бы он репетировал «Войну и мир», выкатил бы на сцену настоящую пушку и дал бы залп по зрителю. Зачем вы утрируете? Да затем что-то. Бельчак, давай сюда ножницы и пакет. Театралка. Скорее. Дайду по душу воздуху. А то здесь такие запахи, как в будуаре престарелая актриса. Сегодня солнечно. Вот так вы на меня смотрите уже несколько дней. Будто бы я задушил вашу любимую канарейку. Что-то случилось? Или вам про меня что-то рассказали? Год назад вы спубликовали улики против невинового. Повесили на молодого парня изнасилование и убийство. А он был ни при чем. Вот оно что. Интересно, и почему же я это сделал? Вам лучше знать ответ на этот вопрос. Понятно, где собака порылась. Карпенко рассказал. Но можете не отвечать, понятно, что он. Послушайте, сын депутата Кушнера действительно насильник и убийца. Я нашел прямые доказательства его вины. А депутат отмазал сынка. Именно Карпенко ему в этом помог. Ну, конечно. Фальшивые улики были сфабрикованы против меня. А потом меня поставили перед выбором. Либо я увольняюсь по собственному желанию, либо увольняют меня, но с волчьим билетом. Я выбрал самое простое. Уволиться сам. Нам лучше не касаться этой темы. Мы ее уже коснулись. Богдан. Анатольевна. Я хочу, чтобы вы мне доверяли. Иначе какой смысл вместе работать? Правда? Что-то новое узнали? Да. Сын Светкевича Олег, 26 лет. Архитектор. Живет от заказа до заказа. Дочь Лизы, 23, танцует в клубе. После смерти Светкевича все имущество достанется сыну Олегу. Лизе ничего. Интересно, чем же она ему так не угодила? Не знаю. Единственный, кто получил выгоду от смерти Светкевича, это его сын Олег. Убийство ради наследства? Слишком просто. Вот у нас известный любитель сложностей. Ох уж, у меня эта богема. Всего это около 50-ти. Сердце изношено, как у 70-летнего старика. А дай сосудительник, черт. Значит, все-таки сердце? Сердце-то сердце. Но я сделал анализ крови. У него была наркотическая интоксикация и опиума индуцирована, ишемия миокарда. Инфаркт стал лишь следственным изюза этого. Опиум? Да у него в квартире не было опиума. А в крови был. Введен меднутривенно. Кубиков 12, лошадиная доза. Опиумное опьянение. Ну, в таком состоянии он сам мог одеть очки на контактной линзе и не заметить этого. Либо кто-то вколол ему эту лошадиную дозу опиума и затем надел очки. Кстати, по поводу лошадиной дозы. Я как-то видел его спектакль в театре драмы и комедии. Так там на сцену выводили настоящую лошадь. Представляете, настоящую. Еще один поклонник реализма в театре. А вам стоило бы это посмотреть, Андрей Сергеевич? Если я захочу посмотреть на лошадь, я пойду в конюшню. Что с него все? Тепер земленный человек? Да. Первое условие мы оформимся официально. В присутствии нотариуса. Ну, конечно, никаких проблем. Второе тебе будет выполнять немного сложнее. Я слушаю. Я хотел бы, чтобы ты оказал мне одну услугу. Ну, о чем речь? Я все, что угодно. Что ты думаешь о Макарове? Макарове, он честолюбив, самоуверен. Ну, то есть, как человек он не очень, да? Пожалуй. И занял твою должность, на которую ты претендовал. Ну, да. Давай присядем, Борис. Я готов одолжить тебе 35 тысяч долларов. Но взамен я хочу, чтобы ты мне помог. Отправить Макарова за решетку. Слушайте, я что-то вас не понимаю. Твою жену прооперируют. Вы будете жить, поживать, добра наживать. Более того, я помогу тебе стать начальником лаборатории. У меня есть связи. Слушайте, ты подумай. Не торопись. О себе, о жене, о вашей жизни. И о ее смерти. Как ты будешь жить? Знаешь, что мог спасти ее. Послушайте, я не желаю вас больше слушать. И я не желаю вас больше знать. Стас, что у нас с отпечатками из-за дома Сукевича? В базе ничего. Ясно. Бельчак, что с гепарином? Гепарин настоящий, чистый, никаких примесей. Здравствуйте. А где вас черти носят? Я выходил. Исчерпываю еще информацию. Надеюсь, оправились успешно. А теперь живы за работу. У нас экспертиза по трем делам. Мне считает его режиссер-наркоман. Немедленно. Приступаю к работе. Борис Евгеньевич, не обижайтесь на него. Уверена, он не хотел вас обидеть. Борис Евгеньевич, С вами все в порядке? Со мной все в порядке. Ребята, поезжайте к Олегу Светкевичу. Я ему звонила. Он ждет вас. Сюда его привезти? Если придется. Делается. Решили за мной поухаживаться? Нет, это как-то не приходило мне в голову. Но идею вы подали хорошую. Я обещаю над ней подумать. К тому же, в общем-то, вы в моем вкусе. А вы нет. Ничего, вкусы меняются. Не кажется, что шутка затянулась? Так, может, я и не шучу? Выпей кофе в кабинете. Домоработница рассказала мне про отца. Ну, честно говоря, для меня все, все как в тумане. Ваша домоработница, Эля, откуда она? Откуда-то из глубинки, точно не помню. Она симпатичная. Что? Говорю, домоработница вашего отца симпатичная. Не знаю, не замечал. Скажите, а вы не знаете, у вашего отца с ней что-то было? С домоработницей? Нет, что вы. Знаете, мы поговорили с вашими коллегами. И они вам рассказали, что вы очень любите красивую жизнь. Дорогие рестораны, поездки за границу на уикенд. Но при этом у вас куча долгов. Вот как так? А у кого их нет? У меня. Где вы были сегодня утром с семи до восьми часов? В семь. Ехал на работу. Приехал где-то к половине девятого. Пробки. Кто может подтвердить ваши слова? Не знаю. Вы лично водителя, у меня нет. Ну, теперь-то, наверное, будет? Вы о чем? О завещании. Вы теперь единственный наследник, получите все наследство отца. Наймете и водителя, и с десяток слуг. И с долгами рассчитаетесь? Скажите, а ваш отец носил линзы? Линзы? Линзы у него были, только он их поносить не успел. В каком смысле? В прямом. Я его несколько лет уговаривал. Купить, говорю, линзы, они же удобнее. Он отказывался, привык, мол, к очкам. А пару дней назад сдался, решил попробовать. Я его машину искриваю оптику, пока он не передумал. Кто-то, кроме вас, знал, что он покупает линзы? Не знаю, вряд ли. Рыба. Рыба, идись. Иди, моя хорошая. Иди сюда. Рыба, идись. Иди, моя хорошая. Я думаю, нам пора. Будьте любезны, из города не уезжайте. Возможно, нам придется с вами опять встретиться. И лучше, если это будет без рыбы. Борис Евгеньевич, а над чем работаете? Исследуя испачканную прядь волос режиссера Светкевича. Макаров распорядился проверить на спектрометре. А можно я буду вам ассистировать? Даже не знаю. Что, боитесь, что Андрей Сергеевич будет ругаться? Вот еще. Включайте спектрометр. Спасибо. Ну, что тут у вас? Так. Алюминиевые и кальциевые соли, ализарина, окись цинка, сажа, поташ и парафин. Поташ, парафин, свечи? С примесью сажа и цинка. Кроме этого имеются лизоцим, амилаза и мальтаза. Лизоцим, он, он есть в молоке. Снова мимо, Борис Евгеньевич, ваш ход. Лизоцим, амилаза и мальтаза. Слюна? Слюна? В точку. Учись. Я знала. А, просто... Есть предположение, что за фантастическая тварь лизнула нашего режиссера? Нет. Думайте. А тут все понятно. У парня нет алиби, зато есть куча долгов. Это он убил отца. Да, мотив очевиден, но он знал про контакт на линзе. А значит, не мог надеть очки. Слушай, Светкевич купил у телинзы всего пару дней назад. Сын мог или забыть об этом, или просто не знал, что отец их надел. Точно. Торопился замести следы, ну и напялил очки по рассеянности. Такое возможно. Нужно поговорить с дочерью Светкевича. Зачем он вам вообще? Возможно, он был свидетелем одного преступления. Крой, свидетель? Смешно. Подозреваемый, подсудимый. Это я понимаю. Свидетель. Возможно, что не просто свидетель, но доказательств у меня пока нет. Надеешься на его признание? Ну, зря Кролл Калач тёртый и лишний срок на себя не возьмёт. Да пошли. А я думал, красивая баба придёт. Ну, кто ты такой? Я брат девушки, которую ты убил. А я кого-то убил. Её звали Ирина. Тридцать два года. Работала и хирургом. Девка-хирург. Ты пришёл туда не случайно. Ты пришёл в него грабить. Ты пришёл убивать. Красиво поёшь, мусорок. Пой дальше. Я хочу знать, кто тебе заплатил за это убийство. Послушай, я вор, а ты мент. И мне плевать, что твоя сестра Ласта склеила. Плевать на тебя и плевать на неё. Понятно? Ублюдок, я тебя посажу. Ты и пожизненно сидеть будешь. Понял? Всё, всё. Всё, спокойно. Всё, всё. Мне нужен список тех, кто посещал Крома. Хорошо, но список будет короткий. Там всего одно имя. Какое? Надежда Горбунова. И кто она ему? Он говорит, что невеста, но поверить в это трудно. Почему? Понимаешь, она девчонка красивая, а его рожек и видел. Красавец и чудовище. Ну, что-то вроде. И ещё. Не поверишь. Она от него беременна. Как ты сегодня? Уже лучше. Ну, хорошо. Лечение помогает. Скоро совсем быстро, вишь? И мы с тобой поедем на море. Мы уже лет пять с тобой не были на море. Я считаю, это ужасно. Да. Да. Мы с ним приличную гостиницу. Будем целыми днями валяться на море, на пляже. А вечером будем ужинать в уютных ресторанчиках. Как ты любишь. Да. Буренька, с тобой всё в порядке. Да. Ты выглядишь уставшим. А ты просто очень много работаешь. Но у меня всё в порядке. И у тебя будет всё в порядке. Да. У нас будет всё в порядке. Катя. 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 Эй, кто-нибудь! Моей жене плохо! Ещё. Конечно. Ещё. Угу. Что-то случилось? Не надо так сильно огорчаться. Всё проходит, и это пройдёт. Я смотрю, ты философ. Я бармен. Бутылку с собой мне сделаю. Угу. Сдачи не надо. Спасибо. Хорошего вечера. А, как это домашний? Спасибо. Слушай, кажется, Макаров сегодня с похмельем. Да ладно. Угу. Оказывается, он тоже человек. Кто бы мог подумать, да? Что нового по научной части? На волосах Светкевича мы нашли следы собачьей слюны. Странно, ведь собаки у него не было. А вот у его сынка Олешки есть собака. Спасибо. 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 Тихо, тихо, тихо. Алло. 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 Киценко обзавидуется, когда узнает, что он пропустил. Ну что, он хорошая девчонка. Чеглов. Я просто констатирую факт. Ждёмся конца танцев или закажем приват? Ждать не будем. Здравствуйте. Что надо? Нам нужно поговорить с Елизаветой Светкевич срочно. Она работает. Так я тоже. Сейчас скажу управляющему. Идёмте, я провожу. Ваши отец и брат мертвы. И вы теперь единственная наследница? Да плевать я хотела на их наследство. Вы знаете, как он меня обозвал? Даже повторять не стану. А всё из-за того, что я работаю в клубе. Чем моя работа хуже других? Да ничем. А брат тоже не одобрял вашу работу? Олег был дурак и сволочь. Мы с ним три года не виделись. Я даже голос его забыла. Ну а теперь никогда не увидитесь. Чё думаете, я буду страдать? Они не были моей семьёй. Моей семьёй была мама. Но она умерла шесть лет назад. После её смерти папаша на нас с Олегом забил. То гастроли, то бабы. В промежутках кокс и водка. Творческая личность. Ну с отцом понятно. А брат вам чем не угодил? Когда мне было шестнадцать, его дружок меня изнасиловал. Олег в это время был в соседней комнате. Пьяный. И знаете, что он сделал, когда я ему обо всём рассказала? Что? Ничего. Сказал, что я сама обо всём виновата. Сама. Где вы были сегодня утром с шести до восьми? Спала. Кто-то может это подтвердить? Никто. Я приехала домой два часа ночи, сразу завалила спать. Встала в десять утра, поехала в клуб. Ещё вопросы? Вы ненавидели отца и брата, а теперь они мертвые. Удобно получилось, правда? Вы что, думаете, что это я их? А? Так арестуйте меня. У меня репетиция. Нет? Тогда извините, у меня репетиция. Тупик. Нужно просить Макарова, чтобы он ещё раз осматривал машину Светкевича младшему. Ты его видела? Он при мне горст аспирина выпил. Он ж похмелье будет недоволен. Мы переживём. Борис Евгеньевич, у вашей жены был приступ. Правда, скрывать не буду. Ей становится хуже. Ну и времени всё меньше. Если в ближайшие две недели сделать операцию, то исход вам известен. А квоты? Вы же говорили про квоты. Я вам уже объяснял. Квот на бесплатные операции нет. Ждать нужно минимум полгода. Ну а полгода это... ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я попытаюсь что-нибудь придумать. Только, пожалуйста, не тяните. Счет идет на дни. Да. Я понял. Ильичак! Да, Андрей Сергеевич. Ну что, пора остановиться. Это самостоятельная боевая единица, если готова. Я не совсем поняла. Надо еще раз осмотреть машину, Олега Светкевича. Поедешь со Щегловым. Если что-то будет непонятно, звони им. Хорошо, Андрей Сергеевич. Сейчас инструменты соберу. Быстрее давай. Дима, мы что с тобой теперь враги? Нет, мы коллеги. Ты со мной даже не разговариваешь. А сейчас мы что делаем? Я же не об этом. Ты, когда стоишь рядом, как будто мимо меня смотришь. Давай так. У нас будут сугубо деловые отношения. Я думала, мы приятели. Нет, мы не приятели. Почему? Хочешь правду? Ладно. Потому что ты мне нравишься. Так как женщина нравится мужчине. Ясно? Так в чем тогда дело? В чем дело? У тебя есть парень, и ты с ним живешь. Вот в чем дело. Ты про Остап. Все равно как его зовут? Дим, подожди. Я должна была раньше тебе сказать. Остап это мой брат. Родной. Когда мы с ним закончили университет, родители нам купили по квартире. Сейчас у него делается ремонт, и у родителей он жить не хочет. Ну что, мир? Мир. Срез неровный, сделан в торопях. Так. Так, а это уже интересно. Подай пинцет. Что там? Обрывок ткани. Похоже на шелк. Возможно, обрывок шарфа или каре. Каре? А что такое каре? Шейный платок. А. Подай, пожалуйста, пакет для улик. А ты чего улыбаешься? Чего? Настроение хорошее. Опиум. Да. И тоже введен на древенную. Яблоко джаброни недалеко падает. Вообще-то, яблоки не всегда падают сами. Ну. Да. Так. Хорошо, Богдан Анатольевна, я приеду. Диктуйте адрес. Я запомнил. Бельчак нашла улику. Молодец, девочка. Вообще-то, я обследовал машину до нее и ничего не обнаружил. Что ж, и на старуху бывает проруха. Андрей Сергеевич, относитесь к этому проще. Молодец. Да. Аккуратистское явно не назовешь. Зато вещи клевые. Бельчак, вы же с ума сошли? Что происходит? Вы профессионал или кто? Кажется. Кажется, нашла. Наш шарфик. О, привет, девчонки. Здрасте. Добрый день. Яночка, а бабушка где? А, она пошла к тюте Зине чай пить. Ясно. Хочешь прокатиться? Но бабушка не велела со двора уходить. А может, ты сначала бабушку предупредишь? Да не переживайте, мы позвоним ей. Хочу тебе кое-что показать. А что? А это сюрприз. Ну, ладно, пока. Залезай. Залезай. Как в аптеке. Да не убивала я отца. И брата тоже. Я вообще к этой машине даже близко не подходила. Ваш шарф. Я вообще его первый раз вижу. Мы нашли его в вашей квартире. Ну и что с того? Ваш или нет? Да откуда я знаю? У меня в шкафу столько шмот, о которых я уже сто лет не ношу. Да он рваный какой-то. А вы вспомните, где вы его порвали? Слушайте, может, хватит меня мучить? Я устала. Я... Папа. Олежа. Я не хотела, чтобы они умирали. Я никогда этого не хотела. Ты что, ей веришь? Лить слезы дело нехитрое. Недаром у неё папаша режиссёром был. Мне показалось, она была искренней. У нас теперь есть прямая валика. Да, мам? Что? Ну, проходи. Ого. Сколько мультфильмов. И комиксы. А посмотри, какие куклы. Ого. А это компьютер. Ух ты. Ну как, тебе здесь нравится? Здорово. А чья это комната? Твоя. Моя? Да. И мультики, и комиксы, и куклы, и даже компьютер. Всё твоё. Да. Да. Да, мы как раз в новой квартире, и я показываю ей... Мама. Где моя дочь? Послушай, я тебе звонил, ты была внизу. А потом я, ну, я просто забыл перезвонить. Богдан. Мамочка. Солнышко. Мам, не обижайся на дядю Игоря. Он мне показал новую комнату. Хорошо. Хорошо. Иди поиграй, ладно? Нам с дядей Игорем нужно поговорить. Угу. Магдан, я схожу с ума без вас. Один в этой квартире. Ну, переезжай ко мне. Хорошо. Что? Мы к тебе переедем. Ты серьёзно? Да. Это... Ты прекрасна. Я счастлив. Только... Игорь, только... Не сегодня. И не завтра. Мне нужно подготовиться. Собрать вещи. Дай мне несколько дней, ладно? Ну, ладно. Хорошо. Уж поздно, а я не пора спать. Ну, так давайте я вас отвезу. Демон ждёт внизу. Нас подвезёт ему по пути. Ладно. Слушай, ну, тогда завтра созвонимся, да? Может, поедем в магазин, накупим всякое всячное для новой квартиры. Угу. Угу. Доченька, нам пора ехать. Розьман, алюминиевый и кальциевый солиазарин – это краплак. Краска тёмно-красного цвета. Я не... Я не... Прибавьте-ка это мукистинка, сажу, поташ и парафин. Что получается? Что? Грим, Розьман, грим. Волосы режиссёра Светкевича были испачканы театральным гримом. Простите. Я не могу сейчас говорить. Простите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова